Автомат или механика ответить на этот вопрос водители теперь должны будут еще до получения прав. С сегодняшнего дня в России начинает действовать новая система аттестации будущих автомобилистов. Теперь в удостоверении, кроме прочего, будет указано, каким именно транспортом разрешено управлять выпускнику автошколы. И чтобы пересесть с одной категории на другую, нужно будет сдать дополнительный экзамен. Какие еще изменения предстоят, готовы ли к ним автошколы и как быть тем, у кого права старые, узнала Марина Светлая. Для водителя, прежде всего, важен объем внимания. Пока еще уроки в автошколах проходят по старой программе, но уже совсем скоро будущих водителей ожидает другой учебный план. Уже сегодня в правах появились новые категории. Для тех, кто захочет ездить только с автоматической коробкой передач в пункте ограничения будет ставиться отметка. АТ добавляются категории. Б1 для трициклов и квадроциклов. Отдельно выносится категории для трамваев, троллейбусов, автобусов и грузовиков. А также для машин с прицепами. Разделение прав на механику и автомат водители восприняли неоднозначно. У водителей нужно учить именно всем категориям, потому что жизнь показывает так, что сегодня автомат, а завтра старая. Если человеку не потребуется брать машину с механикой и водить дядя, то я не вижу проблемы. Я считаю, что мужчина должен уметь водить и на автомате, и на ручной. А женщине можно оставить один автомат. Пересесть с автомата на механику будет можно, но только пересдав экзамен. Но если в ограничениях стоит отметка АТ, то наказывать на дороге будут как за полное отсутствие категории. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей, так и в качестве обеспечения задержание транспортного средства с помещением его на охраняемую стоянку. Вот только кого штрафовать пока непонятно. Получается парадоксальная ситуация. Закон есть, права с новыми категориями и подкатегориями уже печатать, но вот ставить отметки, выходит, что некому. Я сейчас на автодроме проеду на учебной машине с автоматической коробкой передач. Возможно, проеду даже неплохо. Но сдать экзамен ни автошколе, ни госавтоинспекции я не смогу, так как новые программы обучения и нормативы сдачи экзаменов все еще не приняты. Семь из 16 категорий пока не действуют. Конечно, необходимо будет модернизировать учебно-материальную базу. Новая программа будет состоять из трех блоков. Один из них базовый для всех видов транспорта. Если ты осваиваешь любую другую программу, то этот базовый цикл уже перезачитывается. Практически вдвое уменьшается объем твоей подготовки и соответственные стоимости. Серьезные изменения с правами теперь и у мотоциклистов. Сначала придется сдать на А1. Это легкие мотоциклы до 125 кубов. Отъездить год, а после еще раз отучиться и получить права на более мощный мотоцикл. Для управления мопедом до 50 кубических сантиметров теперь тоже потребуются права, правда, любой категории. Те, у кого их нет вообще, в будущем смогут отучиться и открыть специальную категорию М. Уйдут сразу дети, которые катаются без шлемов, без экипировки, пьяные автовладельцы. Ну, я думаю, будет меньше всяких аварий. Родителям будет спокойнее, конечно же. Правда, штрафовать госавтоинспекции водителей мопедов без прав тоже не может. Пока не примут новую программу обучения, получить категорию М невозможно, так же, как и другие новые категории. Тем, у кого уже есть права, менять их не нужно. Они действуют до окончания срока и включают в себя новые подкатегории. Марина Светлая, Лилия Зорина, Павел Байдалов, Илья Репнин, Первый канал.